МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. 34 за, 6 против. Госсовет Чуваши утвердил кандидатуру Ивана Моторина на пост премьер-министра. Детские шалости – серьезные последствия. В нескольких чебоксарских школах прервали уроки под звуки сирены. Игра на струнах души. В русском драматическом театре состоится премьера комедии «Блондинка». Сегодня глава Чуваши Михаил Игнатьев находится в Ульяновске. Он принял участие в совещании под председательством полномоченного представителя президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича и секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Участники совещания обсудили дополнительные меры по противодействию противоправной деятельности в сфере водопользования и по повышению эффективности использования водных ресурсов. Кроме того, были рассмотрены вопросы кадрового обеспечения предприятий и организации оборонно-промышленного комплекса. Сегодня Государственный совет Чуваши собрался на первую после летних каникул сессию. В повестке дня означалось 29 вопросов. Один из первых – о кандидатуре Ивана Маторина на должность председателя Кабинета министров республики. По законодательству кандидатуру премьер-министр предлагает глава республики. А госсовет либо соглашается, либо нет. В рамках процедуры согласования Иван Маторин встретился с членами фракций, представленных в парламенте. Накануне свои вопросы задали депутаты от «Справедливой России» и КПРФ. Их интересовали задачи, которые председатель Кабмина ставит перед правительством и перед собой на ближайшее время и на перспективу. Наша фракция, обсудив данную ситуацию, решила проголосовать против кандидатуры. И это связано не только с тем, что было в прошлом, но и с тем, что мы на сегодняшний день еще не видим вообще структуру правительства Чувашьей республики, которая будет сформирована. И поэтому, на наш взгляд, на сегодняшний день, поддерживая Ивана Борисовича, мы ставим телегу впереди лошади. Вчера прошла встреча с депутатами фракции КПРФ. К Ивану Борисовичу я отношусь уважительно, но здесь вопрос не в его личности, а вопрос в том, какой курс будет продвигать это правительство. К сожалению, кризисные явления становятся все более очевидными в республике. И те ответы, которые вчера на встрече прозвучали, они не вселяют надежду, что экономический и политический курс будет изменен. Поэтому наша фракция будет голосовать против этой кандидатуры. Перед началом сессии во вторник задать свои вопросы могли и депутаты от «Единой России». Мы все хорошо знаем, Иван Борисович, наверное, нет возражений. Главное, я вам скажу. Появляем, предусловленный доклад на сессии, я постараюсь, буду коротко изложить. В принципе, главное, я хочу попросить, чтобы вы оказали доверие мне, которое оказал глава республики. Парламентарии задали кандидату вопросы, касающиеся задач и направления деятельности нового кабинета министров. В сегодняшних реалиях, когда мы отошли от бюджетного правила и верстаем бюджет на год, понятно, что мы должны быть очень динамичны, очень живы. Мы должны сегодня жить в краткосрочной перспективе, в среднесрочной перспективе. Понятно, что наши планы должны быть, и мы их имеем. Но сегодня мы должны жить в том тренде, в котором живет правительство Российской Федерации. Я считаю, для этих целей Моторин подходит как не то лучше. На сессии госсовета кандидатура Ивана Моторина представила депутатам, исполняющие обязанности заместителя председателя кабинета министров, руководителя администрации главы Юрий Васильев. Иван Борисович, вам всем хорошо известен. Почти 10 лет он является членом кабинета министров Чувашской республики. С 2006 года возглавлял Министерство экономического развития и торговли нашей республики. С декабря 2011 года, последние почти 4 года, занимает должность председателя кабинета министров Чувашской республики. Иван Борисович включен в резерв управления кадров, который находится под патронажем президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В текущей экономической ситуации опыты и навыки, накопленные за годы работы, позволяют Иван Борисовичу справиться с теми социальными обязательствами, которые взяло на себя правительство, в том числе обеспечить развитие экономики в интересах населения нашей республики. Прошу поддержать. В качестве приоритетов Иван Моторин назвал обеспечение устойчивости республиканского бюджета и занятости населения, выполнение социальных обязательств, поддержку промышленности и предпринимательства, развитие жилищно-коммунального хозяйства. Правительство Чувашской республики планирует увеличить объем инвестиций в экономику. Необходимо привлечь за данные 5 лет порядка 250 миллиардов рублей. Это без учета бюджетных инвестиций, чтобы решить в первую очередь задачи по занятости населения, по устойчивому развитию экономики, поступлению налогового дохода. Сегодня находятся в работе десятки проектов. Иван Моторин обозначил среди основных задач к 2020 году создание трех индустриальных парков. Увеличение доли малого и среднего бизнеса на 30%. Продолжение работы по внедрению новых инвестиционных проектов. Работа над реформированием ЖКХ. По регламенту каждая фракция могла задать кандидату по 3 вопроса. После обсуждения прошло тайное голосование. В итоге за кандидатуру Ивана Моторина проголосовали 34 депутата. Против 6 воздержались 2. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. Депутаты Государственного Совета также рассмотрели сегодня изменения в республиканский бюджет на 2015 год и на плановую период 2016 и 2017 годов. В соответствии с законопроектом казна республики уменьшилась в целом на 172 миллиона рублей. Меньше стало собственных доходов. Однако увеличится поступление из федерального бюджета, и правительство планирует направить их на выполнение социально значимых программ. Также в повестке дня значились вопросы о бюджете территориального фонда медицинского страхования и о промышленной политике в Чувашии. Чувашия присоединилась к всероссийской акции на дорогу без перегруза. На этой неделе на республиканских трассах дежурят посты весового контроля. Каким последствиям может привести нарушение правил перевозки грузов и насколько серьезно за это наказывают водителей, выяснял мой коллега Дмитрий Ковалев. Только с начала 2015 года через этот весовой пост в Харкасах прошло порядка миллиона грузовых автомобилей. За 8 месяцев было оштрафовано более 2000 водителей, которые курсировали по дорогам Чувашия с перегрузом. Перегруженные автомобили наносят российским дорогам серьезный ущерб. Каждый год из федерального бюджета на ремонт разбитого асфальта направляют триллионы рублей. Передвигаться по трассам с нагрузками, которые превышают положенные нормы, водители могут, только получив специальный пропуск. Правда, этим правилам следуют далеко не все. Водителю этого авто тоже пришлось пройти проверку на весах. Здесь измеряют нагрузку на каждую ось, она не должна превышать 10 тонн. Инспекторы отмечают, что чаще всего с перегрузом по дорогам передвигаются автомобили со строительным материалом. Нарушителям выписывают крупные штрафы. Ему составляется протокол инспектором ГИБДД и уже направляется материал на рассмотрение, определяется, какой штраф будет грозить ему. На сегодняшний день еще принят изменения в административный кодекс. Накладывается штраф на юрлицо владельца транспортных средств до 400 тысяч рублей. На дорогах республики работают и передвижные весовые посты. Груз автомобиля здесь измеряют с помощью специальных датчиков. Нагрузки на каждую ось рассчитывают с помощью компьютерной программы. Когда там подъезжает автомобиль, мы его полосно загоняем на весы, каждую ось мы его проверяем. То есть, если нет, если автомобиль по осевым нагрузкам проходит нормально, то он едет дальше. Если есть превышение, то составляется акт об ущербе. Передвижные посты сейчас работают в усиленном режиме. Каждый день на дороге республики выезжают по два мобильных комплекса. Специалисты признают, этого недостаточно. В ближайшие годы для измерения нагрузок на трассах планируют установить специальные рамки, которые будут работать в автоматическом режиме. Машина будет просто проходить вот точно так же, как сейчас здесь мы видим. Через пункт взвешивания будет стоять на днем рамка, которая будет определять, во-первых, габариты, во-вторых, его номерные параметры. В дни акции водители останавливают не только для проверок. Им вручают специальные брошюры, которые должны напомнить о том, что нарушение правил перевозки грузов может привести к серьезным последствиям. Медриковалев и Олег Якимов. Республика. Сразу в нескольких чебоксарских школах прервали уроки и спешно вывели детей из зданий. Что послужило причиной срочной эвакуации, узнали наши корреспонденты. В нашу редакцию поступил звонок от обеспокоенных родителей учеников лицея номер 44. Всех школьников вывели без вещей, верхние одежды и срочно перевели в соседнюю школу. Как удалось выяснить, в 13.20 поступило сообщение о том, что в здании заложена бомба. У нас был урок информатики. Сначала мы подумали, что это учебное. Но потом, когда уже довольно-таки продолжительное время мы стояли на стадионе, мы уже начали задуматься, что что-то серьезное. В дальнейшем к нам подошла наша классная руководительница и сказала, что приводится эвакуация в 46-ю школу. Команда срочной эвакуации поступила сегодня и в 4-ю чебоксарскую гимназию. Когда наша съемочная группа подъехала к учебному заведению, дети были уже эвакуированы и находились за территорией учебного заведения. К школе никого не подпускали, в том числе и смелых родителей, которые хотели забрать из учебных классов портфели детей. Никаких провокационных и подозрительных звонков в школу не поступало. Команду о срочной эвакуации директор гимназии получил из управления образованием во время 6-го урока. Эвакуация проходила и во 2-й гимназии. Несмотря на конец учебного дня, учеников в школе было много, но всех удалось оперативно вывести. Как сообщается в пресс-службе МВД, тревога оказалась ложной. Днем 29 сентября поступило сообщение, что в одной из школ столицы республики заложено взрывное устройство. Ряд заведений был проверен специалистами, с обученной на поезд взрывчатки с собакой. Проверка показала, что нормальной жизнедеятельности школы ничто не угрожает. Проводится мероприятие по установлению личности злоумышленника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Екатерина Куприна, Андрей Шоклев, Андрей Спиридонов, Республика. В Чебоксарах продолжается противостояние вокруг участка земли по улице Ленинского комсомола. По одну сторону баррикад местных жителей городские власти, по другую застройщик. Подробности у Ольги Пырочкиной. Местные жители демонстрируют синяки, которые получили при обороне земли около своего дома. Мы не давали ставить вот этот забор. Тут товарищ Лапин привел человек 20 лишних молодых ребят, подростков. И целую шайку. Тысячу рублей обещала им дать. И они здесь, и строители, нас хватали, вот, все в синяках. Под машиной я сама легла. Это женщина под машиной лежала. Под машинами легла сама лично. А Лапин говорит, дави, говорит, водители. Я даже вот так села, говорю, помогите, говорю, помогите. Ничего не можем делать, говорю. Я заплакала. Речь о событиях трехдневной давности. Тогда жители окрестных домов, которые против уплотнительной застройки, в буквальном смысле сцепились со строителями, которые работали на месте, где предполагается построить здание. Другопаш не дошло в первый раз, а в целом противостояние тянется уже почти пять лет. Все началось с того, что в 2011 году компания «Алкорстрой» под руководством застройщика Алексея Лапина получила в аренду участок земли у дома номер 36 по улице Ленинского комсомола для строительства отдельно стоящего четырехэтажного здания бытового обслуживания. Однако в интернете появилась информация, в будущем здании бытового обслуживания почему-то продают квартиры. До этажей уже не четыре, а восемь. Недавно наткнулась на объявление о продаже квартиры. Строительная компания «Альфа Групп» будет строить пристрой к дому 36 по улице Ленинского комсомола. По данному объявлению цена получается около 39 тысяч за квадратный метр. И срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Дом одноподъездный, восьмиэтажный с индивидуальным отоплением. Кто-то еще знает про это строительство? Со строительством дома бытового обслуживания жители, быть может, и смирились бы. В конце концов, магазины, парикмахерская или ателье в шаговой доступности не помешают. Но соседство с большим многоквартирным домом их явно не прельщает. Как людям жить здесь? Ну, вот смотри, здесь место есть построить дом? Нет его. Ни детям не ходить, ничего. И машина ставить. Одна дорога. Одна вот эта дорога только. Тупиковая, тем более. Тупик. У нас не выхода. Если они в нашей стройке, так ведь нам пешком ходить, и негде быть. У нас нет. Не выбивать вещи, нет. Ни сушилки, нет. Ни мусора, нет. Ни детской площадки, нет. Ни тротуаров, нет. Ничего нет. Неудачным это место считают и городские власти. Тем более, что выдавали участок под строительство одного объекта, а застройщик, судя по всему, поменял планы. В администрации города была проведена дополнительная проверка данного участка. И в связи с тем, что он находится на территории двух территориальных зон, было принято решение об отказе. Застройщик данное решение городской администрации обжаловал в судебном порядке. Судебное решение гласит о том, что меры, принятые администрацией городской, незаконны и ущемляют интересы городу, уже юридического лица. Строительная компания не пойдет на то, чтобы убрать эту стройку. Это, во-первых, затраты. В любом случае, это финансовые затраты. Сколько миллионов потратил господин Лапин здесь неизвестно. Только ему. А считая о том, что эта стройка должна прекратиться, только по единственной причине о том, что у людей будет отсутствовать, во-первых, это парковочные места на 30 автомобилей, отсутствует и, самое главное, детская площадка, которая нужна просто этому, именно этому квадрату. И человеческое отношение жителей к этой стройке настолько, что они с утра до ночи стоят здесь на баррикадах. У каждого человека синяки, царапины, ссадины, даже есть ожоги, которые люди просто препятствовали варке вот этих заборов. После обращения граждан прокуратура Калининского района направила материалы в суд. Так что решать судьбу земельного участка в очередной раз будет Фемида. Кстати, на 30 сентября районный суд города Чебоксара назначил рассмотрение семи дел в отношении Алексея Лапина, не связанных с участком по улице Ленинского комсомола. Его обвиняют в мошенничестве. Ольга Пырышкина, Александр Петров, Республика. В Чувашии более трех тысяч детей-сирот. Из них в детских домах проживает 138 ребят. Всего каких-то пять лет назад детдомов и, соответственно, воспитанников в них было в несколько раз больше. Но, к счастью, большинство ребят обрели семьи. О том, как это важно иметь нормальную семью, напомнили участники автокаравана Чувашия без сирот. Эта акция проходит ежегодно при поддержке Минобразования Чуваши и Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции. У семьи Якимовых четверо детей. Когда два старших сына и дочь выросли и стали жить отдельно, большой дом опустел. Сейчас мама и папа живет младшая Катя. На семейном совете было принято решение взять ребенка из детского дома. А ты кого хочешь? Сестренку или братишку? Сестренку. Сестренке разрешишь со своими игрушками играть? Да. А еще что вы будете вместе делать? Ну, в школу ходить. Будем маме помогать. В огороде даже. Посуду мыть. Будем вместе подметать. Даже помочь. В рамках автокаравана Чувашия без сирот замещающие родители смогли получить консультацию высококвалифицированных психологов, обменяться опытом друг с другом. У желающих принять семью ребенка была возможность задать вопросы со специалистом, органом опеки и попечительства. В администрации Козловского района активно поддерживают акцию. Для них вопрос сиротства – один из основных. Ну, мы свою работу освещаем в средствах массовой информации. И, как бы, проходим по семьям, выезжаем в поселение, проводим в школах круглые столы. И вот сейчас у нас уже с 1 сентября действует школа приемных родителей уже в районах. Уже конкретно специалисты органов опеки в районах могут сами проводить школу приемных родителей. В этом году автокараван Чуваший без сирот уже побывал в Шамурлинском, Аллатрском, Красночитайском, Комсомольском районах. Всего акция пройдет в 13 районах республики. Екатерина Куприна, Надежда Яковлева, Олег Якимов, Республика. Завтра в Русском драматическом театре премьера. Спектакль поставлен по пьесе Александра Володина «Не играйте с архангелами». Но в нашей афише он значится как «блондинка». Комедия в стиле кабаре. Сыграть на чувствительных струнах человеческой души с помощью клоунады на такие эксперименты решаются, как правило, молодые режиссеры. Екатеринбуржец Сергей Юнгенц ставит в Чебоксарах уже третий спектакль. Главный герой – не блондинка, как можно было бы подумать, а мужчина по имени Ветер по документам собака. Но никаких параллелей с собачьим сердцем проводить не стоит. Нет, если вы посмотрите спектакль до конца, вы поймете, что история собаки – это только одна часть этой истории. Вообще, это история про то, что человек, пытаясь пройти через разные сложные ситуации, добивается своего счастья, добивается любви, добивается той девушки, которую он когда-то, в какой-то момент, не буду раскрывать тайну, в какой ее увидел. В спектакле заняты выпускники Чувашского института культуры. Исполнителя главной роли режиссер привез из Екатеринбурга. Это его первая работа в театре. Ну, здесь, конечно, такие мастера. Я просто вообще... Вот если сказать таким вот фразой одну, я просто сейчас смотрю на них, открыв рот, пытаюсь учиться, что делают они, потому что люди очень опытные, очень мастеровитые, талантливые. Спектакль «Блондинка» стал дебютом и для солистки студии современного танца «Нота Джи» Ирины Гавриловой. Она впервые попробовала себя в роли театрального хореографа. Это первый такой опыт, именно с актерами, взрослыми людьми, с личностями. У каждого состоявшаяся своя личность, своя харизма, каждый самодостаточный очень. И поначалу было очень трудно, но тем не менее, как бы нашли общий язык. И сейчас уже понимаем друг друга с полуслова. Это опыт и для меня, и для них. Пересказывать сюжет этой пьесы – дело сложное, да и ненужное. Уже завтра зрители смогут увидеть все своими глазами. Премьера состоится 30 сентября в русском драматическом. В Московском молодежном центре «Планета КВН» прошел очередной отборочный этап финала Центральной лиги Москвы и Подмосковья. «Лампа», как ласково прозвали ее КВНщики. Сборной из Чебоксар под названием «Чувашим» удалось пройти финал. 172 команды были соперниками «Чуваши». Из них только шесть заняли свое место в финале. Лев Сердцев, Родион Мизюк, Павел Валиулин, Олег Ремизов. Для этих парней КВН не только работа, но и любимое хобби. Каждая игра – своего рода испытание. Стругий отбор шуток, зал полный болельщиков команд соперников, а самая главная сцена, на которой до них выступали настоящие мастера своего дела. Такая обстановка закаляет характер, формирует стремление поддерживать высокую планку и мотивирует работать еще больше. Собирались здесь каждые выходные. То есть в течение лет сборы, да? Да, сборы были, каждую неделю собирались. У нас был большой-большой список материала, но много шуток не бывает. А у вас на что-то другое, кроме КВН, остается время? Поесть. Покушать. Вместе со сборной на планету КВН поехали и болельщики. Около 80 человек изложили свои дела, чтобы зарядить энергией любимую команду. Как признается Ильдар Черкесов, эмоции, которые получаешь на игре, ни с чем не сравнимы. В зале я на самом деле попал в тот прям кайф, в котором я обожаю находиться, где куча молодежи, она просто кричит, поддерживает свои команды. Для себя, например, тоже поставил задачу, что на финал надо вывозить ребят из Чебоксар, то есть заранее подготовленную группу поддержки, одевать их в футболки, чуваши, давать им разучивать кричалки и прям взрывать этот зал московский. После небольшой передышки парни снова примутся за работу. Расслабляться некогда, их ждет упорная борьба. Как и на региональном уровне, впереди Лига столицы, так и на федеральном. Финал лампы. Екатерина Куприна, Олег Якимов, Республика. Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения известного чувашского прозаика одного из организаторов Чувашского драматического театра, Ивана Мучи. Наша съемочная группа отправилась в родную деревню писателя. Талантливый актер, мастер сатиры, публицист и переводчик. Так можно сказать об Иване Иларионове. В творческом мире известен как Иван Мучи. В разные годы он работал в редакциях газет «Чувашский край» и «Канаж». Одновременно играл в трупе драмтеатра. В его репертуаре были абсолютно непохожие друг на друга роли. Иван Иванович долгое время был бессменным секретарем сатирического журнала «Капкан». Писал памфлеты, фильетоны, рассказы. В родной деревне гордятся талантливым земляком. Мы каждый год, ежегодно отмечаем с детьми его дни рождения. Проводим литературные вечера. Нынче мы решили всей школой, всем коллективом отмечить этот замечательный праздник. Мы помним Ивана Мучи, мы чтим и всегда будем помнить. Около 10 лет назад здесь установили памятник чувашскому литератору. На уроках родного языка школьники знакомятся с творчеством Ивана Мучи. В этом году ребята читали отрывки из его произведений и рисовали портреты прозаика. Наша школа готовилась к его юбилею с большой ответственностью. К его юбилею я нарисовал его портрет. Я думаю, он получился неплохой. Но когда я обычно рисую, мне являются его образы. Поэтому так легче рисовать. Иван Мучи жил и творил много лет назад, но его произведения и роли в театре помнятся до сих пор. А пока жива память, живы и его слова. Татьяна Леонтьева, Леона Утухова, Олег Якимов, Республика. В завершении выпуска о спорте. В Пензе завершился традиционный международный турнир по смешанным единоборствам «Битва на Суре». Ежегодно эти соревнования собирают сотни, а то и тысячи зрителей. Поклонники ММА увидели 12 профессиональных боев, два из которых женские. Приняла участие в сурских поединках и представительница Чувашия. Вновь попробовать себя в турнире решила Наталья Денисова. В решающем поединке ее соперница стала серебряный призер чемпионата мира по универсальному бою. Чемпионка Олимпиады боевых искусств «Восток-Запад» Марина Львова. Однако тетловной спортсменке не удалось сразить подопечную Андрея Жилкина. Чебоксарка Наталья Денисова одержала над ней победу нокаутом в начале второго раунда и стала победительницей «Битвы на Суре». Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами до завтра. До встречи в эфире национального телевидения «Чувашия». Редактор субтитров А.Семкин